МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За приглашение. Вот, видите, вы пришли к нам, наконец-то. Вы пришли. Выглядите фантастически. От вас исходит аромат успеша, радости и хорошего питания. Да. Вы в форме... Качественного питания. Качественного. Для вас это важно. Качественное питание. Для вас важно. Важно. Итак, друзья, сегодня готовьте, сегодня от Светланы Дружининой, для вас качественный, свежий завтрак, обед, ужин, что хотите. Пожалуйста, что готовим? Вот у нас же год змей. У нас с вами год змей. Год змей. Я предполагаю, что... Вот я даже оделась под год змей. У меня вот голубенькая, черная змея у нас с вами, да? Потом должна быть обязательно голубенькая, где она там у нас с вами плавает, это она кора, да? Потом у нас золотые всякие... Смотрите, я тоже оделся под год змей, потому что я... Вы тоже змеи горынычки. Тоже похожи, да? Я имел в виду, что я оделся под год змей, как будто бы змея изнутри выела ковбоя. Вот так. Ну ничего, это красиво. Это красиво. Пожалуйста. Ну, вот знаете, я думаю так. Вообще мне нравится год змей, знаете почему? Потому что он соответствует моему вкусу. Именно такому. Вот это вот наша такая эстрада тут роскошная. У нас тут все такое роскошное, красивое. Просто сразу готовить и есть хочется. Давайте. Что будет, какие блюда? Значит, мы будем с вами готовить рыбу. 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 Семушку. Семушку. Мы будем обязательно резать с вами много-много-много лука. Куда без него? А вот давайте я уже начну, ведь вам я не дам это делать. Не дам. Матюшка, ну тогда давайте мы возьмем с вами вот тут у нас, по-моему, лежит. А сколько лука нужно, Светлана? Чем больше, тем лучше. Моя дорогая, нам не жалко для вас. Если вдруг у нас тут все с вами чистенько, я уже успела все проверить, я успела все просмотреть. Все у нас с вами годится. Простите, я его нарезаю как? Чем меньше, тем лучше, потому что мы сейчас его все бросим вот на эти сковородки. Все будем обжаривать. Вы знаете, нужно вот здесь все. Тут будут грибы, тут будет лук, тут будет рыба. Я вам что скажу. В чем плюс? Я не знаю, какая у вас плита дома, но в чем плюс? Вот я люблю готовить на газовой плите. И я люблю, я люблю, знаете, почему? Потому что там огонек горит. Мне нравится, когда горит огонек. Да, если вдруг отключают цвет, то видно, по крайней мере, как кухня где находится. Но когда появились вот эти плиты, которые называются, как это, Паша, называется? Павел, я сейчас спрашиваю, как кондукционные, индукционные. Я забыла. Индукционные. А что тут делать? Нагревается молниеносно. Это, кстати, нам для всех зрителей, это говорил наш режиссер, заслуженный зритель Литвы, Павел Судаков-Козлявикус. А вот у меня тут тоже ножичек дайте, пожалуйста, я буду параллельно делать массу всяких мероприятий. А вы, видимо, будете что-то, какой-то маринадик для рыбки? Обязательно, нам надо обязательно рыбку. А откуда рецепт этот, Светлана Сергеевна, расскажите. Ну, вообще, как-то я всегда прислушиваюсь к массе всяких предложений или то, что мне нравится, когда я где-то бываю или что-то заказываю. А потом я вместе как-то это все комбинирую, комбинирую, и мне кажется, что получается вкусно. По крайней мере, все с удовольствием едят. Я, например, никогда не режу лимон кольцами. Почему? Причина. А потому что тогда очень трудно его выжимать. Конечно. А вот когда вот так, посмотрите, как хорошо выжимается. Изумительно. Я никогда не выбрасываю ничего такого. Я обязательно это потом буду использовать. Светлана Сергеевна, скажи, пожалуйста, правильно я делаю, что я уже разогреваю масло. И сюда, сейчас, нет, я просто разогреваю масло, потому что туда же я уже помещаю лук. Этого маловато будет. А я сейчас, смотрите, один поместил. Я уже поняла. Сейчас он зашипит, а я как возьму. Как хорошо с вами трудиться, вы все, знаете, наперед. Ну, вы знаете, мне хочется вам угодить. Я жалею только об одном, что когда вы начали снимать ваши эпопеи, я помню себя, я помню, как я... Знаете, вот это удивительное чувство. Такое бывает только, когда смотришь какие-то очень интересные и проникающие глубоко в тебя фильмы. Я очень жалел, что я не живу сейчас при Елизавете. Мне очень хотелось тоже быть, вот хотелось тоже ходить с родинкой в женской одежде. Ну, это легко, родинка, дело поправимое. Родинка, дело поправимое. В женской одежде тоже, пожалуйста, у меня костюмерные надо... И зачем для этого ехать при Елизаветинске времена? Вот видите, мы это никогда ничего не выбросим, потому что мы с вами... А, обязательно. Так, теперь это у нас с вами, как я поняла, соус, да, мой дорогой? Ну, вот как-то это все интересно открывается. Сейчас я сделаю, сейчас я дорезаю лук. Нет, а я, вы знаете, толковая. Посмотрите, как вы действительно... Я очень толковая. Посмотрите, как вы миленосно это сделаете. Ну, а как же? А я уже раз добегаю, и вот и вторая луковичка, дурочка, побежала. Ой, какая радость. Ну, вот и вот она. Ну, что бы я без вас делала. Все, а я сразу делаю поменьше огонек. И мы сразу, сразу, оп, оп, оп. Ой, какая радость. Ну, вы знаете, что, давайте, а я буду так делать. Теперь вот это мы сохраним, знаете, как... Вы знаете, больше, чем больше, луком каши не испортишь. Знаете, как, Ванечка, вы так всему научились. Вы вообще можете быть шеф-поваром. Нет, не могу, к сожалению, шеф-поваром. Мне нужна выдержка. Вы знаете, шеф-повара, это люди, которые все-таки... Это такая должна быть какая-то... Ой, боже мой, вы еще это чем-то, тимьянчиком, что ли? Нет, это розмаринчик. Нет, это тимьянчик. Вот розмаринчик. Вот я и беру розмаринчик. Вот, давайте. Конечно, я его и взяла. Вот, вот. А, я подумал, что-то не очень пахнет. Ну, кстати, тимьян тоже пахнет, и тоже пахнет елочками. Нет, я объясню, почему розмарин. Вы знаете, он лучше всего расщепляет. Вы водите все вы... Да, и все-все-все, это на первом месте. С него начинается. С него молодец. Потому что, вот, знаете, есть люди, которые, вот, по которым видно, что они прямо... Что они блюдут какие-то правила. Но по вам не скажешь. По вам-то не скажешь. Я очень люблю поесть. Вот видите? А я люблю, когда люди в этом признаются. Собей и другим. Я не жру, прошу прощения за жаргон. Я вкушаю. Тут мы с вами разошлись, потому что я жру. Ну, я думаю, что я, я думаю, чтобы 24 часа быть обаятельным комедиографом, озорным и лукавым, вам нужно вообще памятник поставить. Потому что легче всего плакать, ругаться, сердиться и долго серьезно думать. А вот когда улыбаться, смеяться, заставлять смеяться и всех любить, то есть смеяться, то есть заставлять всех смеяться и любить, кстати. То это, понимаете, вам нужна память, кстати. Как это у вас получается, Ваечка? Ну, вот, вы знаете, конечно, хотелось бы найти какой-то продукт, благодаря которому это все происходит. Вы знаете, я ем много мумиё. Мумиё, я вам могу еще подсказать, пожалуйста, нужно пить мелатонин. Мелатонин. Да, он вырабатывается, нет, он вырабатывается в хорошем настроении. Серотонин и мелатонин. Вы знаете, а я бы убрал слово мелатонин из-за чего. Предложение, потому что нужно пить, и будет всегда хорошо настроение. Я хочу, честно говоря, спросить у ваших жителей, каков вы дома? Мне кажется, что те, которые смеются, заставляют смеяться всю программу, везде, всюду, да еще и вечером, ведь, господи, 24 часа. Вы, наверное, думаете, что я, есть такой стереотип, что люди, которые вот так веселые в жизни, что они дома мрачные. Наверное, вы думаете, что вот я прихожу, меня подвешивают на крюки, я вешу вот так. Нет, нет, я думаю, что вы говорите, помолчим, ребята. Помолчим, ребята, говорите, своим детям. Да, и дети у меня мало... У меня младшая дочка заговорила в 4 года. Первое слово, которое она сказала, папа, можно уже? Ну, вот видите, у вас какое чувство юмора. Поэтому сюда, когда меня отправлял мой муж, Анатолий Михайлович Мукосейкин, и оператор, и мой сын, они сказали, Света, я тебя прошу, пожалуйста, прислушившись к Ване, не затрудняй ему жизнь, подумай, услышь его юмор и соответствуй его состоянию. Какие они хорошие ребята, ваши муж и сын. Какие они замечательные. Помоги, сказали мальчику, потому что ведь всякий раз смеяться, смеяться, сочинять на ходу всевозможные юмористки, это очень сложно. Вы понимаете? Это нужно же понимать, как пишут в зарубежных сценариях, пишут, как они там, геги. Геги? Сколько народу сочиняют эти геги. Геги, да. Знаете, но у нас тоже много, у нас большая, большая юмористическая... Много гегменов. У нас гегмены. Понятно. Я теперь буду знать, иногда это мне тоже понадобится, иногда мне нужно. Конечно, а почему нет? Вот теперь посмотрите, вы там делаете много-много лука, а я здесь делаю сейчас все-все-все грибочки. Все грибочки. Ваня оставили все-таки в формочку. Я, с вашего позволения, сейчас зажигаю плиту, чтобы она нагревается в одну секунду. Да, да, да. Вообще лучше, конечно, не так. Лучше вот сюда я быстро... Пока оно не нагрелось. Давайте. Я вот быстро-быстро... Не надо, зажигайте. Нет, я вот... Зажигайте. Я тут тогда зажгу. Не надо. И эту тоже. Вот сюда лучше положим рыбку. Я вижу, здесь у вас такие ребрышки, она будет у нас как будто нагрели. Гриб, гриб, сковородчик. Конечно. Так, а я с лучком-то разобрался. Вы знаете, что, уважаемая Светлана Сергеевна, пойду рекламу объявлю? Ну, валить, это ваша работа. Валить, это ваша работа, друзья. Как это приятно. Как деваться? Куда же... Мы не будем вот такую вкусную еду бить с вами. Ну, друзья, пока я окончательно не отвалил, посмотрим рекламу на первом канале. Хороший человек. Верный друг, вот седло. Есть так вместе. Песня «Седло-барашка» из кинофильма «Гардемарина вперед». Друзья, мы сегодня, сегодня, сегодня у нас дорогая наша Светлана Сергеевна Дружинина, я... Она уже гореченькая? Сейчас вот я ее, чтобы уже рыбку укладывать? Конечно. А какая, должна сильно разогретая быть? Ну, чтобы она так. Так, а мы ее не будем здесь сейчас жарить. Мы ее только запечем вот здесь, для того, чтобы она не отдавала сок. Потом это все создаем вот такую роскошную белую... И в духовочку. И в духовочку. Моя дорогая, все ясно мне, все мне понятно стало. Быстро, потому что мы всегда готовим, чтобы было очень вкусно, здорово, здорово и быстро. Да-да-да. Это один из качественных знаков. Так, ну что, я могу сказать, что эта штука уже... Готово, да? Ну, бери, сейчас она вот уже... Уже, да. Ну, тогда ты померяй рукой, у тебя все на ощупь получается. На ощупь, конечно. Ну, давай. А-а-а! Так, все, у нас здесь все готово. Как мы ее выкладываем, скажите мне? Так, если это у нас уже очень горячее, мы берем... И вообще у вас вот такая здесь... Вообще у вас так хорошо работает, просто готовить хочется. Такая штучка есть. Такая штучка у нас с вами есть. Ну, я вот так вот, сейчас так, вот так скатаю. Как вы это делаете? Вот с таким изяществом... Посмотри, аккуратненько, не сглазь. Ой-ой-ой-ой-ой. С другой стороны кожа. Очень хорошо, правильно. Не надо. А с другой стороны, она не выльется. Не выльется, правильно. Она у нас сохранится. Давай, 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 давай. Давайте, 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 давайте. А можно я попробую одну штучку? Ну, попробуй. Попробую. Вот нужно разложить в шахматном порядке, знаешь. Вот и руками. А, и ручками. А я люблю... Почему вы это не делаете руками? Я понимаю. Да, давай, мой хороший. А почему я это делаю? И вот так. Вот так. Все. Делать, делать. Вот теперь пусть оно, знаешь, быстро-быстро-быстро, вот там, если оно горячее, пусть оно там закречется, чтобы сок потом не отдавал. Да, да, да. И мы это после этого выкладываем сразу уже. Правильно. Это нам уже не нужно. Нет. Убираем. 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 В этот момент, друзья, Светлана Дружина поджаривает грибы. Поджариваю грибы. Вот как только у нас будет готов лук, мы его с вами разделим. Мы частично лук отдадим просто потом рису, а частично будем украшать и вот это дело тоже закреплять. Так. Ой, какая будет радость. Я, между прочим, на Новый год вот такую еду. А как вы на Новый год? Вот что? Мишка с Катюшкой Гамовой. Мы с Толей. Ну, дайте, ну, я к этому подводил. Ну, дайте, ну, я вас поздравлю, друзья. Молчу. В ушедшем 2012 году произошло событие планетарного масштаба, которое, кстати, прошло как интеллигентно. Почему? Свойственно вашей семье. Изящно. Изысканно. Дело в том, что Михаил Мукасей, замечательный кинооператор, продюсер, кинодеятель, сын, друзья, Светлана Сергеевна Дружинина. Ты Толички Мукасей, а Анатолий Михайлович, а ты у нас сейчас домой не пущу, да? Да, Мукасей сочетался с законным браком, с самой выдающейся спортсменкой волейбольной школы нашей страны, Екатериной Гамовой. Ах! И очень хороший человек, и очаровательный человек, и очень добрый и щедрый человек. Она просто член семьи. Ну, расскажите мне, ну, расскажите мне. А вы знаете, что, вот все думают, ах, я увидела Мишу с Катей и решила, ах, вот, ничего подобного. Мы же волейболисты с Анатолием Михайловичем, с мужем моим. У меня третий разряд, у него первый разряд. Мы играли в «Овдники», когда нас называли двумя капитанами. Мишка потом играл в волейбол, он был юниором. То есть волейбол в вашей семье был? Абсолютно любимый вид спорта. Почему? Потому что я там понимаю, что делать. Скажите, а вот если я обожаю баскетбол, я клянусь, я обожаю баскетбол. Я верю. Означает ли это, что моя дочь теоретически может выйти замуж за Леброна Джеймиса? Ну, если она... Не теоретически, вот какой-то шанс. Здесь маленький. Давайте все постараемся. Потому что он очень богатый, я очень хочу. Ну, давайте постараемся. Да, он гигантский чернокожий американец. Ну и что? Вы понимаете, нужно нам с вами решить этот вопрос. Да или нет? Хотим или нет? Как только мы скажем «да, хотим», мы будем думать, как это нам реализовать. Смотрите, какая степень прожарки лука. Вот она красивая. Красивая. Теперь, вы знаете, нужно найти какую-нибудь такую маленькую штучку. Белеет, белеет, я убираю. Если белеет, убирайте. Вот пока вы берете и кладете шкурку, она как тарелочка будет у нас с вами. То есть обратно шкуркой вниз? Да, конечно. Так, подождите. А вот, может быть, мы возьмем... А вот это уже скорее нам поможет. Вот как хорошо, конечно. Она такая широкенькая, я даже могу с другой стороны вам помочь. Вот такой будет очаровательный кусочек. Нет, и вот туда. Переворачивай. Делаем. Ой, какая лапочка у нас. Ой, какой он красавец. Да? Да? Ой, какой он красавец. Это я и про вас тоже. Про меня? Любой человек, можно сказать, такая красавица, и я буду только рад. Так, хоп. Она, смотрите, с одной стороны горячая. Вот точно так же. А кожа-то у нее холодненькая сверху. Правильно. И она у нас ничего сюда не отдала. Да, обратите внимание. Теперь мы сковородочку вот четыре вот так подряд. Да, да, да. Ой, какая радость. Какой вы поможете на столе. Просто умереть. Так. Пока я еще туда заложу. Вот это вот так. Горебочки. Это мы можем уже убрать. Это мы убираем. Убирайте. Помыть можете. Знаете что, я Мишу знаю давно. Екатерину Гамову я знаю давно. И Миша мне какое-то время назад кто-то присылал какие-то СМС-сообщения. Мы с ним созванивались. Он говорит, скажи, а вот может ли Катя Гамова прийти, может ли ты поздравить волейбольную сборную России с каким-то праздником. Я думаю, надо же, Миша, все-таки, какой человек, как он за отечественный спорт переживает. Какая ситуация. В общем, они такие замечательные пары. Я вас поздравляю. Но вы знаете, что он вообще-то ее... Мы все знали ее просто по телевидению, когда она была еще у Карполя в Уралочке. И мне так это все нравилось. Я думала, какая девочка с лицом шоколадница. Знаете, такой профилечек шоколадницы. Красивая прямо невероятная. Нет, вот все это уимпрессионится. У Миша тоже хороший профилечек, как говорится. И вдруг, как этот, как прыгнет, причем она же умная, она пока прыгнет, она увидит пустое место. И кистью так пах, пустое место. Понимаете? Прыгнет, и в этот момент... Да. И однажды... У нас другая ситуация. Мы прыгаем, приземляемся, мы думаем, зачем прыгали. И дай бог, если мы еще приземлимся, как следует. Это уж да. Так, лук я отставил. Мне это нравится. Так, теперь, вы знаете, нам нужна какая-то еще небольшая мисочка, чтобы не все сюда развозариваться. А это мы сейчас, вот, пожалуйста, у нас есть. И вдруг он мне звонит однажды, говорит, мама, мы были на даче на пахре. Мама, я сейчас к вам приеду с папой. Я приеду тут с одной знакомой. Я сказала, Миша, предупреждать надо. Мы на дачу приезжаем только расплачиваться с нашими людьми, которые нам помогают. Поэтому мы привозим сюда только на одно-два лицо, чтобы потом мыши не бегали нигде. Он сказал, ну не волнуйся, мама, я привезу еще что-нибудь вместе с тобой и с этой девушкой. Я сказала, ну давай. И тут? И вдруг, нет, 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 его долго не было. Все равно я что-то приготовила. Ну как иначе. Ну да, да, да. Какая-то девушка, неважно, идет. Да, да, да. Я открываю окно. И вдруг я говорю, Толя! Оля! Мама идет! Ты нам гамма идет! Доставай коньяк! Так, у нас, слушайте, какие они румяне. Они румяне. Красавцы. Теперь мы сделаем с вами так. Мы чуть-чуть отложили для риса. Отложили? Мы должны чуть-чуть отложили. Многовато будет. Вот давайте мы так теперь. Вот так. Ай, честно. Ай, мы еще не успели. У нас же с вами там лежат креветки. Давайте быстренько заберем креветки. Мои дорогие, я же не знал. Ну вот они, быстро. Креветочки. Вот тут раскладывайте везде креветочки. Ой, какое блюдо. Какое будет счастье. Ой, какое блюдо. И себя, смотрите, одновременно можно почувствовать и кинематографистом, и можно почувствовать себя и волейболистом, потому что все-таки, мне кажется, когда Миша с Катей приходит к вам... И телевизионным ведущим. Телевизионным ведущим. Вы же круглосуточно у нас теперь. Без вас, я не знаю, как люди вообще жить теперь будут дальше. Храните себя. Я храню себя. Сохраняйте себя надолго. Я использую просто физическое воздействие тока я на себе использую. Я подключаю себя к высоковольтным проводам и только так храню себя. Так, теперь светло. Теперь мы все это сделаем. Кревочки. А, лучок. Обязательно. Ну, нет, это лучок мы потом заложим еще. Моя дорогая, что она готовит. Смотрите. Ой, как будет вкусненько. И очень быстро. Вот, я знаете, все, что быстро, это наше. И если полезно, это тоже. Ну, чтобы было, знаете, прям кусочек, берем и у нее грибочки. А позволите ли у нее немножко лучковым сверху? Обязательно. С этого начинается. Так, так. Вот оно, чувочек сверху. Прямо сверху, на каждый кусочек. Еще я же вам говорю о том, что я ничего не выбрасываю, все делаю. Вы куда дели мои лимоны мои? Тихо, 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 господи. Куда дели мои выдавленные лимоны мои? Сейчас я представлю, как сейчас прибегут ко мне жигунов с харатьяром. Ну, вы знаете, что вообще, вот я всегда вот эти выжатые лимоны обязательно выкладываю на суда и обязательно их запекаю. Знаете, почему? Они все же съедобные и самые полезные из них в шкурках. Конечно. Оно одна из самых полезных, где целых. Поэтому я никогда не выбрасываю. Ей черный сливчик туда. Вот, конечно, а почему же нет? Какая вы затейница. Ну, а какая вы затейница. Ванечка, ну давай, вот чем она будет. А может быть, чем я стою? Может, я рис заброшу? Ну, давайте. Давайте, смотрите, я забрасываю сюда рис. Ну, тут все элементарно. Вот я беру, поворачиваю сюда рис. Что тут делать? Берешь рис, насыпаешь рис. Наливаешь туда два стакана воды. Посмотрите, раз, два. Третье действие. Закрываю. Закрываю. Здесь поворачиваю. Здесь выставляем программу. Тут настоять для гречки. А вот это для риса. И теперь я делаю старт. Приготовление. Ой, оно еще и говорит. Все, приготовление началось. Вы знаете что, Светлана Сергеевна, пойду-ка я. На секундочку. Пожалуйста, повеселите народ. А что мне народ веселить? Я к вам хочу вернуться скорее. Друзья, я напомню, что мы сегодня готовим рыбу. Рыбу. Которую часто едят в семье дружининых мукосеев. Да. Наверное, даже может быть, про которую Катя рассказывает на тренировках. Я на секундочку отойду. Подожди, готов. Сейчас это закончится, то, чем закончился, собственно, любой матч с участием нашей сборной для болельщиков. Друзья, сейчас небольшая пауза рекламного, время которой вы можете незаметно для семьи выпить. В мой старый сад, ланфрен, ланфра, лети, моя голубка. Но тише, тесть и теща спят. Борща наелись и храпят. Не разбуди, голубка. Из кинофильма «Виват Гардемарина». Друзья, у нас сегодня в гостях Светлана Дружинина. Вы посмотрите, что сделала Светлана Сергеевна. Красота. Красота, то, что вы здесь делаете. Посмотрите, я могу ей рассказать, что бы. Красивка, пожалуйста. Значит, пока все было. Выжатые лимончики положили сверху, потому что цедрочка, потому что все, пикантный вкус. Тут же немножечко розмаринчику сверху. Да. Черносливчиком сверху. Да, все сверху. Лучок, внутри креветочки, семушка, жареные грибочки. Господи, давайте отправлять это. Фольгой и ровно на 5-7 минут. Больше не надо. У нас практически все готово. 5-7 минут фольга. Поскакали. Ну а какая еще может быть присказка у режиссера «Гардемарина»? Поскакали, конечно. Поскакали. А что еще нужно сказать? Знаете, что же еще можно сказать? Это всегда так. Я иногда не говорю. Там начали экшен. Дубль. Дубль. Поскакали. С Богом. Это многовато будет. Нам нужно, чтобы это было прямо герметично. Ну, чтобы вообще не пригорело. Пахух не ушел. Давайте. Итак, друзья. Мы открываем. В духовочку у нас 180-200 градусов. Помещаем. Так. Ну вот теперь давай отметим. Ну, 10. Ну, даже жалко будет многовато. 10. Нормально. А еще не будет. Она не пригорит. Там же сверху. А, ну, сверху. В этот момент у нас варится рис. Да. У нас готовится блюдо. Блюдо готово. Так, смотрите. Раз. Вы видите? А вы видите, что? Послушай, что оно говорит еще. Ваня. Оно говорит. Если его слушать, там можно книги писать. Так, что рис. Смотрите, рис-то какой. Посмотрите, какой рис. Рис. Вот он. Вот он рассыпчет. Все, я теперь буду только так варить рис. Мне понравилось. Мне нравится, что об этом еще он говорит вслух. Понимаете? Пока что-то там делают, мне говорят, уже пора. Смотрите, а, скажите, пожалуйста, я... Вот такая хорошая передача. Голос, они так все роскошно поют. Они все так поют роскошно. Да. Ой, как хрустно. Что дальше? Вот расскажи. Значит, мы наложили сюда рис. Теперь обязательно у нас с вами есть сливочное маслечко. Вот тут. Сливочное маслечко, пожалуйста. А, ну, где-то у нас. А вот она вот такая. А вот она, давайте, 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 давайте. Ну, Ванечка, давай, иначе... Ну, что бы ты тогда делал, если я все готовила, все готовила? А что ты... А вот знаешь, как я делаю? Посмотрите, вот видишь, ширина ножа. Вот я так все делаю, так, на ширину ножа. И вот так отрезаю. И я считаю, что так и правильно. Ну, смотрите, как вы... На ширину ножа. Я бы хотел тоже... Нет, я беру вот специально-то... СМЕХ ...зало. Я вам бросила, опять, подачку. Так, так, так. Вот, а теперь мы все это должны, вот это вот все... Чтобы он напитался так. Напитался. И мы берем с вами вот всякие укропчики. Ой-ой-ой. И так вот, туда так укропчики. Вот это мы отрезаем, но не выбросим, потому что, когда мы будем варить какой-нибудь бульончик, с чем-нибудь... Он у нас останется. Мы обязательно... А если ты сейчас засохнешь немножечко, все будет вообще прекрасно. А в огурчики положить, если которые моносольные делать. А вы умеете делать моносольные? Умею. Огурчики мгновенно в целлофановом пакетике. В целлофановом пакетике мы делали здесь даже. Ай, как хорошо. Конечно, это хорошая вещь. Я делаю. Это симпатичная вещь. Ну, я вот, мол, в целлофановом хорошо, но я люблю делать за сутки. За сутки, сутки где-то 24 часа, где-то, ну, полтора дня. Ой, с газированной водой. Газированной водой. Ну, я газированной водой заливаю в целлофаны. То же самое, вообще один и тот же эффект, наверное, получается у нас с вами. Я думаю, что у вас... Вот давайте так, да. Ну, спасибо. Я знала, что вы, джентльмены. А скажите, а вот нужно ли положить... Это мы сверху заложим, чтобы... Ну, не давайте ложечку сюда бросим. Я люблю эксперименты. Так. Вот, вы знаете, у нас есть с вами вот такая вот дробилочка. Дробилочка имеется, конечно. Вы умеете это делать? Я умею. Я знаю, что вы все умеете делать. Ну, а почему немножко, да? Вот так вот чуть-чуть, да? Это будет даже еще лучше, конечно. Так как у нас здесь заслажена жидко, я боюсь этим поливать. Давайте у нас с вами есть такая есть. Крупная соль. Я люблю крупную морскую соль. А мы можем, знаете, мы можем вот так вот прям вот так вот. Ой, как хорошо. Перчик. Есть у вас такая же штучка? А вот она. А вот она. Пожалуйста, давайте. Слушайте, у вас так хорошо. Как хорошо, когда хорошие продукты, всевозможные вот эти штучки, приспособления. Раньше так не было, согласитесь. А сейчас столько всяких штучек. Такой кайс. Ну, а что вы. Так, а теперь мы берем это все, быстренько помешаем. Мешаем. Да. Мешаем. Смешаем. Все, потому что маслечка наша там с вами, да? У нас маслечка там, у нас там лучок, у нас там чесночок, у нас там зеленуша. Ну, давайте еще, у нас много лука. Это такой гарнирчик будет. Такой сделаем красивую горочку. Вот такую штучку, так. Да-да-да, вот так вот. А ну-ка, поаплодируйте-ка нам все. А вы знаете, что, милая моя Светлана Васильевна? Больше 10 минут мы уже там коптимся, да? Мы уже коптимся, там уже 10 минут и есть. Хватит, вытаскиваем. Рецепт того, что мы делали. Мы взяли семгу, замариновали ее в лимонном соке, в соевом соусе немножечко, бросили розмаринчиком, и полежала эта семга. Потом мы обжарили эту семушку на сковородке гриля с одной стороны, с той, где нет кожи. Кожу мы оставили. И перевернули в латочку кожей вниз. Отдели, мы отжарили очень много лука. Немножечко мы отложили для риса, который мы поставили варить. А немножко лука мы оставили для... А остальное лук мы оставили для рыбы. Обжарили шампиньоны, порезанные плоско на... Чтобы оставалась форма, ножка и зонтик. Да. После этого мы выложили шампиньоны на... А мы забыли про креветочки. Креветочки, наши дурочки, конечно. Мы взяли их, разморозили, положили их быстренько, мелкий креветчик. Сверху положили на каждую семушку грибочки, положили лучку. И дальше порезали немножко чернослив. Выдавленные лимончики положили. Весь лимон обязательно заложили туда. Немножко еще розмаринчику сверху. Обязательно. Все это посмотрели и накрыли фольгой в духовку. Да. Итак... Вкусной едой, чтобы всех было хорошо. Ваши аплодисменты, прошу вас. И тут, и выше. Ой, спасибо. Это только с вашей помощью. Красота, это очень вкусно. Оп, оп, оп. Вот он какой, а. Ой, как пахнет. Ну вы подумайте раз. Хорошо. А всем нашим друзьям? Всем нашим друзьям оставим маленький кусочек. Ну давай, мы тоже столько, по-моему, с собой не съедим. Не съедим. Но попробовать попробуем. Надкус сделаем. Понадкусываем. Так, давайте теперь к этому. А теперь вот к этому ложечку. Да. Наверное, как-нибудь вот. Вот так вот ложечку. Вот давай сделаем. Давай, давай в две ложки сделаем. Давай вот так. Давайте вторую даем. Давай вот так. А вот вы все сделали. Окей. И вы знаете, я вот на остальном том, что вот максимум. А больше и не надо. И все. Так. Хорошо, рисок пойдет вместо... Ой, хорошо. А вот сюда сейчас я вам... Ай, не надо хлебчик нам сюда. И еще вот здесь, так и не нужен хлеб. Все. Ну вот оно. Все. А вот эту колобашки. Я говорю... Остановись, Дружинина. Все. Все. Ну я же не... Все. Поаплодируйте нам, ребята. Давайте попробуем. Получилось? Случилось? Слава Богу. А с риском? А, ну слава Богу, если честно. Сейчас как-нибудь. А рисок-то такой, создаю не матрики, не чесночком. А Семушка? Должен. Да. А девчонки, как у нас? А черносливчик с грибом? А вот начинайте с брюшка всегда. Да? Ага. С жирненького брюшка. С жирненького брюшечка прям начинаю. Я боюсь, что я ему закончу. Вот в чем дело. Если буду так сильно есть. Ммм, мм, 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 случилось. От нашего спонсора, Ван. Да. Ой, корзина ароматного ционского душистого чая Акбар. Несекаемый источник бодрости, энергии, хорошего настроения для вас, нашей семьи, для ваших мужиков. А это кто? А это Борг, наш спонсор, дарит вам вот такую удивительную кофеварку, творчество, которым можно заниматься каждый день. Какое счастье, Ванечка, мой радостный. Моя дорогая. Поплодируйте Светлане Дружинине, поплодируйте семье Светлане. Поплодируйте Кате Дямовой, Мишу Мукасею, Анастолию Мукасеевичу. И Ивану Урбуту. Ой, спасибо. Я. Могу сказать, Ванечка, я вам желаю вечного здоровья, потому что для того, чтобы веселить нас всех и при этом не очень, так сказать, терзать свои глазки усталостью, они у вас всегда веселенькие, I hope. Вы знаете, друзья, а я вам хочу сказать следующее. Я вам желаю здоровья. Вы мне желаете вечного здоровья, а я хочу пожелать тебе вечной жизни, для чего я и пью кровь хамелеонов. До свидания, друзья. Спасибо.